Мерный гул станков, сосредоточенные лица, отточенные до автоматизма движения. Свою работу каждый из них знает на отлично. И все же сегодня они волнуются. Участники конкурса мастерства на производственном объединении «Старт» не только доказывают собственный профессионализм, но и отстаивают честь подразделений, в которых трудятся. Система такая. Сначала проводится конкурс профессионального мастерства по цехам. Там выявляются лучшие люди, которые потом отправляются на общезаводской конкурс профессионального мастерства, которые потом лучшие поедут на областной и всероссийский конкурсы. Токарь, фрезеровщик, слесарь механо-сборочных работ – для градообразующего предприятия эти профессии основополагающие. Это те люди, в чьем трудом создается вся продукция. Продукция очень важная для нашей страны. Жизнь показывает, что и грузы, и технические специальности, на полной госпитте люди идут именно на эти рабочие места, потому что развитие страны, ее инновационный, технологический уровень, он определяется именно состоянием предприятий, институтов. И чем лучше развиты технологии, тем больше добьется страна в будущем. Традиционный конкурс среди рабочих универсальных специальностей собрал 40 заводчан, представителей всех механических цехов. Работники предприятия состязались в двух возрастных категориях – молодые сотрудники и опытные профессионалы. На основании условий конкурса молодыми рабочими считаются рабочие до 30 лет возраста включительно. После 30 лет это уже опытные рабочие, вне зависимости от стажа. Рядом с сотрудниками предприятия к станкам встали и студенты. Для Зареченского технологического института участие в заводском конкурсе профмастерства уже стало многолетней традицией. Наравне с юношами в борьбу вступила Ангелина Копылова – единственная девушка и среди конкурсантов, и среди сокурсников. В ЗТИ Ангелина осваивает технологию машиностроения. У меня всегда так, я всегда одна среди мальчиков. Это уже конкурс второй или третий, я одна среди мальчиков, и учусь, я тоже одна среди мальчиков. Нет, не то что я смелая, просто иду, хочу и иду, неважно есть девушки или нет. Каждый конкурсант продемонстрировал теоретические знания и практические навыки. Одним из первых выполнил задание токарь Николай Евстигнеев. Я пришел на конкурс мастерства первый раз, решил попробовать свои силы. Проходил отбор в цехе номер 34, занял первое место и направили сюда, на конкурс мастерства. Попробовать себя, посмотреть, может быть кто-то лучше меня, в чем-то поучиться, если лучше меня. У слесаря механо-сборочных работ Алексея Матвеева солидный опыт участия в профессиональных состязаниях. Уже несколько раз принимал в младшей группе, сейчас в старшую. Каковы успехи? Ну, с переменным успехом. Когда-то занимая призовые места, когда-то нет. И опыт, и профессионализм помогли Алексею Матвееву войти в число лучших. Победителями и призерами названы еще 17 рабочих. Заслуженные награды они получат в торжественной обстановке 18 октября. Продолжение следует...